Доброе утро, с радостью. Ну, Александр, признаюсь честно, просто всю тему для сегодняшнего разговора нам, конечно, сделал американский конгресс, но вообще-то вся эта история, я вот обнаружила, началась ведь очень давно, и для спикера, теперь бывшего спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, история ведь началась еще 7 января. Я, кстати, уже подзабыла, но напомню нашим зрителям, оказывается, чтобы его тогда избрать и поддержать, понадобилось 4 дня и 15 исторических попыток голосования. Это были самые длительные выборы спикеров США за последние 164 года, посчитали сами американцы. Но то, что так начиналось, закончилось тоже неожиданно и похоже для самого Кевина Маккарти тоже. Хотя в конце на пресс-конференции он сказал, что как бы понятно, что здесь личностные выпады, да, но тем не менее. Итак, что же произошло? Спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти во вторник лишили должности под давлением ультраправого крыла республиканской партии. То есть, иными словами, своих же, членов республиканской партии. Его обвинили в сотрудничестве с демократами и тайной сделке по помощи Украины. Ну, Александр, давайте начнем. Что вообще случилось? Что там происходит? И почему снова Украина? Вот Украина, это какая-то уже для них стала, ну, я уже не знаю, просто ключевым фактором всех выборов президентских. Я уже даже не знаю, а что дальше-то будет? Я, пожалуй, начну как раз с темы Украины. Понимаете, Украина стала не столько ключевым фактором, сколько маркером. То есть, если вы хотите узнать, что кандидат думает про внешнюю политику, про политику безопасности, вы его спрашиваете про Украину. И это касается как республиканцев, так и демократов. И это было отлично проиллюстрировано на последних республиканских дебатах больших. То есть, вы хотите узнать, как кандидат будет работать с европейскими союзниками, с НАТО, и как он смотрит на расширение. Вы спрашиваете его по поводу членства Украины в НАТО. Вам интересно узнать, как он будет сдерживать Китай и в чем для него вообще сдерживание Китая как политика. Вы спрашиваете его про то, в чем принципиальная разница Украины и России, Тайване и Китая и так далее. Вам интересно узнать, какая его будет политика в сфере ядерной безопасности. Опять же, вы спрашиваете его про Украину и про то, как они вместе с Украиной будут спасать мир от ядерной угрозы. Поэтому Украина действительно стала очень важной темой, потому что она стала показателем. Она стала инструментом для определения внешней политики. И потому трамписты смогли ее использовать. Потому, к несчастью, наша тематика стала удобным инструментом для всевозможных политических провокаций. Это мы увидели во время голосования за бюджет. Это мы увидели тогда, когда трамписты добивались исключения украинских бюджетов из промежуточных законопроектов о бюджете, чтобы избежать шатдауна. И даже сейчас, когда мы увидели процесс, давайте назовем это импичмента спикера Маккарти, мы также увидели, что украинская тема опять используется. К несчастью, это был неизбежный процесс. Так или иначе, российская агрессия поставила нас во главу угла всей международной повестки. Но, конечно, нам бы хотелось, чтобы в странах наших союзников к этому вопросу относились более стратегически, более взвешенно. И мы не ставали темой политиканства. Несмотря на то, что на уровне стратегических коммуникаций, стратегических государственных отношений у нас все хорошо. То есть на том уровне, который американцы называют policy, то есть стратегия. На уровне политикс, то есть политиканства, политической игры, мы, к несчастью, видим то, что видим. Давайте немножко поговорим о том, что же будет теперь с палатой представителей. Я так понимаю, что скоро будут какие-то выборы спикера. Как они будут проходить, тоже пока непонятно. Я так понимаю, что это тоже должно быть каким-то консенсусом между демократами и республиканцами. Или, по крайней мере, хотя бы полным консенсусом внутри республиканской партии. Вот какие у вас, простите, прогнозы и что вы думаете, как могут развиваться события? Ну, смотрите, это будут действительно очень интересные выборы. Потому что, когда выбирали Маккарти, вы очень правильно сделали, что вспомнили про всю ту кавалькаду выбора. Ситуация ведь была какая. Чтобы выбрать спикера, палата должна проголосовать 50% плюс один голос. Но трамписты долгое время не давали за Маккарти свои голоса. Трампистов буквально 20 человек. Ну, 20-25 по разным подсчетам. Из общего количества, давайте нашим зрителям напомним. Да, из общего количества в 435 человек всей палаты представителей трампистов около 25. Но, как вы понимаете, большинство может определиться буквально в несколько голосов. И вот, не давая свои голоса спикеру Маккарти, они 15 голосований удерживали его от избрания. В тот же момент несколько, если не ошибаюсь, 12-13 голосования случались очень курьезные вещи. Когда кандидат от демократов набирал столько же голосов, как Маккарти, иногда и больше голосов, чем Маккарти. Но почему не выбирали кандидата демократа? Потому что он не добивался вот этого 50% плюс один голос. Это было меньше 50%, но больше, чем у Маккарти. Это действительно было выдающееся, в кавычках, конечно, достижение для Маккарти. Поэтому не зря его называли самым слабым спикером. Когда даже оппозиционный кандидат в определенные моменты голосования имел лучше шансы стать спикером, чем сам Маккарти. И поэтому он так был зависим от трампистов. Поэтому ему приходилось постоянно на них оглядываться и постоянно подыгрывать их повестки. Как сейчас будут развиваться дела? Пока что я не вижу ни одного сильного и такого объединяющего, это самый важный аспект, объединяющего кандидата от республиканской партии. То есть есть кандидаты от трампистов. Это, например, тот же Мэтт Геттс, который как раз сейчас и завалил спикера Маккарти. Есть кандидаты от консервативной части партии. Есть кандидаты от неконсервативной части партии. Но пока что нет ни одного, который действительно смог бы объединить всю республиканскую партию. И, соответственно, смог бы взять спикерское кресло без особых проблем. В то же время у нас есть демократы. Демократы, которые в последнее время голосуют единым фронтом. Демократы, которые имеют своего кандидата, который до сих пор имеет спикерские амбиции, который может получить эту должность, если они смогут убедить около 15 республиканцев проголосовать за. Мне сложно представить ситуацию, когда республиканцы в таком важном голосовании перейдут на сторону демократов. Но знаете, после того, что произошло этой ночью, уже ни в чем не можно быть уверенным. Давайте себе представим, Александр, если позиция спикера, то есть не временного, а постоянного, будет подвешена в ближайшее время. Повлечет ли это за собой какие-то последствия, ну такие ощутимые, я не знаю, для принятия каких-то решений? На самом деле нет. Процедурно временный спикер абсолютно полностью соответствует в своих полномочиях спикеру постоянному. Поэтому тут скорее вопрос об имиджевой составляющей. Тут скорее вопрос о том, что Америка опять показывает свою кризисность, Америка опять показывает, что каждый раз теперь предвыборные дебаты, предвыборные политические баталии будут проходить приблизительно в таком тоне, в такой конъюнктуре. Поэтому большую часть проблем составляют все-таки политические, информационные, имиджевые вопросы. С точки зрения процедуры это не остановит голосование за бюджет, например. Это не остановит другие процедурные моменты работы Палаты представителей. Единственное что, давайте с вами вспомним, что именно Кевин Маккарти начал процедуру импичмента Джозефа Байдена. И он начал ее без согласования, кстати, с партией. Имеется в виду республиканской? Да. Со своей? Он обещал, что только согласовав это все с партией, он подаст сигнал к началу процедуры импичмента. Но чуть больше месяца назад он, скажем так, выстрелил слишком рано, как говорят американцы, и начал эту процедуру в единоличном порядке, дав команду двум комитетам Палаты представителей, которые должны заниматься статьями импичмента, начать процедуру своей работы. Это единственный аспект работы Палаты представителей, который сейчас без постоянного спикера может остановиться. Но, честно говоря, смотря на весь этот кризис, который сейчас происходит, мне кажется, это будет и к лучшему, если хотя бы импичмент Байдену мы не будем прямо сейчас рассматривать. Ну, это уже становится какой-то традицией. Мы еще все не забыли процесс импичмента Трампа. Это была тоже какая-то такая неожиданность, мягко говоря. Ну, Александр, теперь, если позволите, давайте немного глубже о том, что же происходит в американской политике. Потому что вот то, что сейчас происходит, как я вижу, да, я не являюсь специалистом по Америке и не являюсь американистом, но тем не менее, да, если со стороны посмотреть, то это выглядит странно, что звучат какие-то странные слова о том, что мы поддерживаем Украину или не поддерживаем, что американцы вынуждены убеждать, как Байден вчера по телефону своих союзников, там, по G7 и других партнеров, что они будут поддерживать Украину. То есть кто-то голосует за то, что добавить бюджет, да, финансирование, кто-то говорит о том, что не добавлять. Пентагон выступает о том, что денег мало. Байден выходит и говорит, что мы все равно будем поддерживать. Но, тем не менее, история с Лизом заканчивается так, как она и заканчивается, вообще не начавшись. И тут тоже интрига в том, что когда нам сейчас вот нужен был бы Ленд-Лиз, он вовремя закончился для тех, кто против Украины. И это тоже удивительный момент. То есть возникает такое ощущение, что вокруг Украины, вокруг войны России против Украины слишком много хаоса и очень мало стратегии, то, что вы, наверное, назовете полиси, да, вот по-настоящему какой-то политики. Вместо этого появляются какие-то такие стратегические документы, которые печатаются на сайте Госдепа по Украине, которые расписывают, какой банк и куда, и куда нужно, как нужно строить экономическую политику. Это, с одной стороны, наверное, хорошо, но, с другой стороны, до конца так и непонятно. А что же с войной? То есть, ну, как может существовать вот тот документ, который сейчас опубликован, когда еще идет война и непонятные результаты на сегодняшний момент? Как бы мы не верили в нашу победу, но ведь это же сейчас не об этом. Поэтому давайте попытаемся, я специально вот всю такую большую кучу сложила, давайте попытаемся разобраться, что же там в Америке происходит. Ну, на самом деле в Америке происходит то, о чем многие специалисты, аналитики, как раз американские внутренне политические предупреждали еще с 2016 года, что засилие популистических сил, засилие сил и политиков, которые предлагают очень простые решения для очень сложных вопросов, засилие провокаторов, которые строят всю свою политическую работу фактически на хайпе и на том, чтобы играть этим хайпом, оно приводит теперь к тому, что политика становится тактической. Политика решает, ну, особенно внешняя политика, решает очень короткострочные цели, направленные в первую очередь на саму Америку. То есть не столько на помощь союзникам, не столько на удовлетворение каких-то глобальных амбиций, а конкретно на саму Америку. В истории Америки, в принципе, были такие моменты, когда, вот, извините за такое оформление, с бухты-барахты Америка начинала переключаться на изоляционизм, она начинала закрываться, она начинала работать только сама на себя и забывать про своих союзников. К несчастью, это одна из тех синусоид, таких временных, постоянных изменений, как бы это ни звучало странно, которые происходят во внешней политике США. Впервые они к этому обратились еще в 20-х годах 19-го века, позже опять это началось в 30-х годах прошлого века, и вот, кажется, в 21-м веке мы к этому приходим уже в 20-х годах 21-го века. Штука в чем? Американцы по своей структуре внешней политики являются глобальными лидерами. То есть для них глобальное лидерство уже после 80 лет постоянного такого лидерства стало неотъемлемой частью внешней политики. Именно потому появляются антисистемные, контрсистемные силы, которые говорят о том, что это лидерство нам к черту не упало. Вот так появился Трамп. Трамп в 16-м году говорил, что вот Вашингтон тратит наши деньги непонятно на что. Вашингтон там помогает Европе, Вашингтон за грязь в Афганистане. Я приду и все изменю. Я сушу Вашингтонское болото. Я сделаю так, что наши деньги будут тратиться на нас. И с 16-го года, к несчастью, это стало трендом. То есть стало трендом отказываться от своего слова, стало трендом отказываться от своих обязательств, стало трендом разрывать многосторонние договоренности, стало трендом работать больше на публику, чем действительно заниматься какой-то работой. И поэтому, когда в 20-м году вернулся Байден, вернулась вот эта определенная нормальность. Вы же помните его внешнеполитический курс, когда он был еще кандидатом в президенты, очень четко вмещался в одну фразу. Америка вернулась. То есть Америка вернулась к лидерству, Америка вернулась к помощи союзникам, Америка вернулась к тому, чтобы быть мировым полицейским, по сути. Америка вернулась к сотрудничеству и так далее. Но тренд на трампизм во внешней политике, тренд на изоляцию, на определенную закрытость от того, что происходит вокруг, он, к несчастью, сохранялся. И сейчас, за год до выборов, мы видим опять возрождение этого тренда. И на самом деле эти выборы будут важны не только с точки зрения того, кто все-таки станет президентом, кто войдет в Конгресс и так далее. Эти выборы будут важны с точки зрения идеологических трендов. То есть останется ли трампизм как идеология, главенствующая в Соединенных Штатах? Действительно ли штаты будут закрываться от мира, чтобы вариться в собственном соку и, условно говоря, жить своими внутренними проблемами, забыв про внешнюю политику? И вот эти определяющие вещи как раз и являются повесткой дня для выборов 2024 года. И то, что сейчас происходит, вот мы как раз подходим к ответу на вопрос, то, что сейчас происходит, это метастазы трампизма. Это метастазы американской изоляции. Это метастазы желания быть лучше всех, но при этом ничего для этого не делать. Это, если позволите, очень простые решения для очень сложных проблем. То есть, а, в Украине война? Ну, давайте не будем давать деньги, там все решится. Ой, у нас на границе Южной есть какие-то проблемы, давайте построим большую стену и просто закроемся от всех. Это же классно выглядит, это легко продать. Китай не хочет с нами нормально торговать? Ну, все, мы прекратим торговлю с Китаем. То есть это определенного толка, это политический инфантилизм. И, к несчастью, мы видим, что он до сих пор остается очень популярен. Почему? Потому что, как мы уже с вами говорили, это очень простые решения, которые понятны всем и которые сразу дают результат. Насколько метастазы трампизма, как вы сказали, распространены на демократическую партию? Потому что ведь это тоже немаловажный вопрос. Давайте себе смоделируем ситуацию, которую моделируют, ну, мы с вами даже можем ее легко смоделировать, да? Если мы прекрасно понимаем, что приближается год выборов и что будет очень большая турбулентность, почему же, простой вопрос, не взять и не продлить тот же закон о ленд-лизе, да, и не создать ситуацию, когда помощь Украине будет идти прямо непосредственно из Белого дома и когда президент Байден может предоставить столько оружия Украине, сколько нужно, и тогда, когда нужно, с точки зрения президента Байдена. То есть, казалось бы, очень простое решение, понятное и аргументированное, но почему-то этого не случается. И в этом смысле, есть ли в этом только метастазы тромпизма или здесь какие-то более глубокие процессы, которые очень хочется понять, потому что, ну, Америка, это вот сейчас уже ее так штормит, а что же будет, когда начнутся президентские выборы, вообще просто непонятно. Да, ну вот на самом деле нужно просто разобраться с ленд-лизом. Смотрите, ленд-лиз, это, как вы правильно сказали, это право президента США выписывать Украине новые пакеты помощи. Но выписывать он их может... Не согласовывая с Конгрессом. Да, да, то есть своим исполнительным решением. Это абсолютно, это самый важный момент. Но выписывать он их может только из того бюджета, который дал Конгресс. То есть, он не может их брать напрямую из-за бюджета. Ситуация ведь какая была. Ленд-лиз принимался перед прошлыми промежуточными выборами. Он принимался в октябре 22-го года. Потому что было опасение, что в ноябре 22-го года придут трамписты, захватят обе палаты Конгресса, и все, и они не будут распределять бюджет для Украины. Но ленд-лиз был принят практически в один... Ну, с несколькими днями разницей с бюджетом на 23-й год. То есть, были деньги, и приняли ленд-лиз. Сейчас же у нас вопрос в том, что пока что даже деньги не приняли. То есть, ленд-лиз не сможет ничего распределять, потому что денег для Украины пока что не закрепили. Хотя, отказ от 6 миллиардов в промежуточном бюджете, как сейчас уже говорят демократические инсайдеры, это часть договоренности. Что, условно, мы отказываемся от 6 миллиардов в промежуточном бюджете для того, чтобы консервативная часть республиканской партии проголосовала за основной бюджет. А в основном бюджете для нас 40 миллиардов плюс 24 миллиарда из пакета Байдена. То есть, на самом деле, деньги, может, будут. Но, вот вы видите, какая ситуация даже в таких вопросах. Даже, казалось бы, в абсолютно техническом голосовании. И, соответственно, из-за того, что мы имеем проблемы даже в технических вопросах, демократы и наши союзники из республиканской партии, не будем забывать, что в республиканской партии у нас очень много союзников, они не выставляют сейчас ленд-лиз на голосование. Потому что это, опять-таки, сыграет как красная тряпка для быка. Этот кризис опять перезапустится, и все договоренности будут сломаны. Поэтому, к несчастью, пока что ленд-лиз – это такой вопрос отложенный, просто потому, что он не вписывается в конъюнктуру тех переговоров, которые сейчас идут. Теперь давайте пойдем немного дальше. Итак, выборы в Америке. Вот, я так понимаю, год, мы все будем так или иначе наблюдать за этими выборами. Украина, наверное, больше, чем все другие страны. Ну, с точки зрения Киева, наверное, это так выглядит. Потому что речь идет о помощи. Но здесь даже речь не только о помощи. А вот что пишут сейчас, даже не газеты, мы их все так или иначе читаем, а вот, может быть, известные аналитические центры, о том, что дальше будет с войной с точки зрения американцев. Как выгодно выглядит сейчас для американцев ситуация войны России против Украины. Я намеренно повторю это слово. Выгодно. Вот что сейчас выгодно. Как это сами формируют и формулируют американцы. Есть ли какая-то более-менее понятная линия? Или это по-прежнему поток разных, совершенно исходящих из разных аналитических центров, я не знаю, там, отчетов, сценариев, которые никак не собраны воедино? Возможно, есть какое-то понимание из последних выступлений, там, Блинкен или еще кого-то, Салливана. Ну, вот из того, что я читала, у меня такого ощущения не сложилось. Ну, может быть, я недостаточно глубоко читала их, да, разбираюсь. Да, на самом деле американцы во многом продолжают свою политику о том, что Украина сама должна решать, когда она, что такое победа, она сама должна решать, когда это все должно закончиться, но мы с Украиной до конца. То есть, с точки зрения исполнительной власти, политика действительно не изменилась. Политика такая, что мы за Украину, а вот дальше Украина сама все решает. Но у нас было одно маленькое, но очень важное но. В Конгрессе буквально полтора месяца назад появилась резолюция. Резолюция, которая очень просто называется о победе Украины. И вот в этой резолюции, которая была как раз поддержана Конгрессом, все очень четко, все без обиняков, и все абсолютно прямолинейно. Там буквально четыре пункта. Что такое победа Украины с точки зрения Соединенных Штатов? Во-первых, это выход... Ух ты, а как это... Подождите, вот вы меня сейчас удивили, потому что я, честно говоря, эту резолюцию пропустила. И как-то, мне кажется, мы все ее пропустили. Давайте-ка разберемся вот очень детально, потому что как-то это вообще выпало из информационного пространства. Смотрите, резолюция о победе Украины, почему она прошла малозамеченной? Потому что, во-первых, она очень долго лежала как проект. Она еще буквально с апреля и почти весь май она лежала как проект, «Резолюция о победе Украины». И этот проект долго обсуждался, этот проект долго голосовался, пересматривался, и поэтому он просто затирался в бюрократической толчье. Сам факт того, что его подали, уже был достаточной причиной его подать. То есть это, скажем так, была хорошая разовая информационная акция, которая, к несчастью, загрузила в бюрократическом болоте. Но важно сказать, что эта резолюция была подана как республиканцами, так и демократами. То есть авторский состав у нее 50 на 50 из обеих партий. И эта резолюция очень четко говорит, что такое победа Украины. Там четыре пункта. Первый – это выход на границы 1991 года. Второй – это суд над военными преступниками. То есть это справедливая победа, то, что у нас называется. Третье – это репарации со стороны России за тот ущерб, который она нанесла Украине. И четвертое – точненство Украины в НАТО. Все очень просто, все очень прямолинейно и на 100% соответствует украинским интересам. Поэтому тут важно объяснить, в чем отличается законопроект от резолюции. Резолюция, по сути, она не всегда требует абсолютного утверждения всем Конгрессам. Это скорее мнение, это выражение воли народа США или определенной части народа США. Это вот позиция. Но, в отличие от законопроекта, чаще всего резолюция не несет за собой никаких обязанностей, никаких дополнительных юридических норм, которые заставляли бы Конгресс или кого-то еще что-то дополнительное делать. Но для нас эта резолюция как раз важна вот с информационной точки зрения. Что, условно, в любой момент, когда нам будут говорить, что, ну вот сейчас, возможно, нужно заканчивать, ну вот сейчас, возможно, нужно идти на переговоры и так далее, мы всегда можем обращаться и говорить, что, ну, ваши представители, голос американского народа говорил, что украинская победа это раз, два, три, четыре. Так почему мы должны идти против голоса американского народа? Давайте вернемся тогда к тому, что Украина сама должна решать, когда заканчивать войну и где, и что Америка с ней до конца. Республиканцы очень часто, простите, забрасывают Байдена и его администрации, что, вот администрация так и не сформулировала, что же для американцев победа. Ну, вот мы видим эту резолюцию, но, тем не менее, видимо, для республиканцев этого недостаточно. То есть, они хотят какой-то более подробного какого-то объяснения или плана, или, я не знаю, сценария, что Америка должна вынести из этой войны. И вот, судя по тому, что республиканцы задают этот вопрос, они используют это как аргумент против помощи Украины. Но я сейчас адресую вам этот вопрос, потому что я точно хотела бы, чтобы помощь Украине была очень большой, долгой, и ленд-лиз, и все прочее. Вот, все-таки, несмотря на эту резолюцию, считаете ли вы, как человек, который внимательно наблюдает за тем, что происходит в Америке, что эта резолюция, хоть она и проголосована, что она по-настоящему имеет под собой какие-то основы глубокие, серьезные, или будет иметь, или имеет под собой какие-то наработки. Что я имею в виду? Если такая резолюция голосуется, то, наверное, под это тогда принимаются планы долгосрочного финансирования, не зависящие от того, кто находится в Белом доме, не зависящие от каких-то электоральных циклов и так далее. То есть, иными словами, поняла ли Америка, зачем ей Украина? Потому что, судя по тем планам, которые они публикуют, политика ведь написала, что это тайный план по Украине. Если американцы строят такие планы по Украине, зачитай, не хотят быть в Украине и с Украиной. Но, с другой стороны, эти планы выглядят странными в условиях незакончившейся войны. Это какой-то диссонанс, по крайней мере, у меня в голове образуется. Может быть, вы поможете от него избавиться. Это действительно важный вопрос. Надо начать с того, что с точки зрения Белого дома, с точки зрения исполнительной ветки власти, то есть Пентагона, Держдепартамента и других министерств, Украина и помощь в Украине является частью национальных интересов Соединенных Штатов. Это очень четко проговаривалось еще со середины прошлого года. Можно вспомнить, например, когда Байден заявил, что Украина и Тайвань являются частью одного и того же фронта, диктатур, которые атакуют молодые демократии, и мы должны защищать эти демократии. Далее. Было четко сказано, что сдерживание Китая и победа над Россией является тем направлением стратегий, которые Соединенные Штаты исповедуют. Это, кстати, полностью соответствует стратегии национальной безопасности 2021 года. То есть, так или иначе, на уровне заявлений, на уровне де юре, на уровне всех документов Украина является стратегическим партнером США, Украина является важной частью национальных интересов США, и мы видим, что это находит определенное отображение даже в социальных опросах. То есть, мы, конечно, уже не говорим о такой поддержке, которая была в марте 2022 года, когда более 85% американцев поддерживали Украину. Сейчас мы в той или иной мере с тем или иным оптимизмом можем говорить про 55-68% поддержки. Но это все равно очень много. Да, то есть, это больше, чем поддержка войны в Афганистане, чем поддержка войны в Ираке, это больше, чем поддержка вьетнамской войны, это больше, чем поддержка практически любого ключевого кандидата в президенты сейчас. То есть, это гигантское электоральное поле, которое объединяет очень разных людей. Поэтому, со стратегической точки зрения, это очень важный аспект. И с точки зрения политического, мы видим, что очень многие кандидаты заинтересованы в этом, причем, в первую очередь, кажется, республиканской партии. То, что Байден заинтересован, это само собой. Мы и его история успеха, которую он будет пытаться продать. Но мы видим, что тот же Майк Пенс, Крис Кристи, которые были в Украине, которые знакомы с ситуацией, которые держат контакт. Мы видим, что Ники Хейли абсолютно проукраинскую позицию занимает. Даже Рон де Сантис, который самый нерешительный, самый мягкотелый, я бы сказал, из республиканских политиков, даже ООН начинал свою кампанию со слов, что он не согласен с Байденом в одном, что Байден мало оружия дает Украине. То есть Украина действительно это тема американской политики. Украина это нарратив, Украина это интерес. Тут вопросов нет. И потому в прошлом году как раз мы с вами обсуждали голосование за бюджет, мы с вами обсуждали и голосование за ленд-лиз. Это все были части вот такого стратегического курса. Потому что ленд-лиз это, скажем так, наш страховой полис. Это наш предохранитель на случай, если бы Конгресс сошел с ума и перестал выделять Украине деньги из проголосованного бюджета, тогда бы это стал делать президент. С другой стороны, у нас есть также предохранители от президента. Потому что у Конгресса есть абсолютное право распоряжаться деньгами в сфере внешней политики. И кем бы не был президент, но Конгресс, будучи адекватным и хорошим органом, сможет продолжать выделять Украине деньги. Что мы имеем сейчас? А сейчас мы имеем антиэстеблишментскую революцию. Мы имеем с вами повторение 2016 года только в формате Конгресса. Когда ограниченное число провокаторов, хайпажоров, уже извиняюсь за такое слово, которые имеют свою собственную повестку, они смогли привязать тему Украины, которая очень публичная, очень популярная, очень востребованная. Они ее смогли привязать ко многим своим темам, собрать вокруг себя коалицию случайных политиков и начать свою антиэстеблишмент-революцию. О ком вы сейчас говорите? О прописках. Я говорю буквально о тех 20-25 человеках в палате представителей и нескольких сенаторах, которые действительно против Украины. И они против Украины по одной простой причине. Они против Украины, потому что Байден за Украину, потому что эстеблишмент за Украину, ну, конец концов, потому что консервативная часть республиканской партии за Украину, и потому они против Украины. По сути, они занимаются самой дешевой политтехнологией, которая есть. Говорить нет, когда власть говорит да. То есть они подыгрывают той части населения, которая не доверяет Вашингтону и федеральной власти. И поэтому каждый раз, когда Вашингтон говорит Украина классно, они говорят Украина плохо. И это будет продолжаться длительное время. Почему? Потому что это их единственная политическая стратегия. Это вот единственное, что они могут дать избирателю. Они не могут быть нормальной полноценной позицией. У них нет нормальной повестки. У них нет нормальной программы. У трампистов есть только одна возможность. Говорить нет, когда все говорят да. Вот и все. И поэтому, хотя со стратегической точки зрения мы видим абсолютную поддержку Украине, мы видим, что в 22-м году предпринимались попытки наладить стратегическое сотрудничество и сделать стратегические бюджеты, пропланировать деньги, оружие и так далее. Вот когда нужно сделать такое стратегическое планирование на 24-й год, вот тут начинаются вот эти проблемы. А по поводу вот этого письма, по поводу вот этих запросов американских, на самом деле это, скажем так, это то, что в бизнес-корреспонденции называется «kind reminder». То есть просто впервые подобная информация вышла публично. Но нам нужно понимать, что 80% денег на восстановление Украины в соответствии с декларацией, которая была нашей властью представлена в городе Лугана, 80% денег на наше восстановление – это будут инвестиции. Причем инвестиции частного капитала. Или же инвестиции больших государственных инвестиционных компаний. То есть это не будут кредиты, это не будут прямые вливания капитала, это не будут какие-то подачки, это будут просто инвестиции, которые должны зайти на украинский рынок. Американцы длительное время уже нам говорят, ну, ребята, если вы хотите инвестиций, это супер, мы поддерживаем такой формат. Мы уже сейчас ведем переговоры с военными компаниями, чтобы они заходили на ваш рынок. Ну, мы слышим вот эти переговоры о общем производстве, о построении заводов. Мы видим немцы, французы, британцы, турки присоединяются к этому. Все чудесно. Мы инспирировали эти переговоры. Мы говорим с нашим капиталом. Ну и вы же сделаете свою часть работы, черт побери. То есть какой большой инвестор зайдет на ваш рынок, если у вас не работает судебная система, которая должна защитить его капитал? Какой нормальный инвестор будет договариваться с вашей властью про инвестиции, если вы не имеете антикоррупционной системы? То есть он не будет уверен, что его деньги в какой-то момент начнут раскрадывать. И поэтому американцы просто теперь это озвучили публично, что, ребята, мы понимаем война, мы понимаем, что сложно. Ну вы же сами нас убеждали, что вы продолжаете реформы. И вот тут, кстати, это очень большая проблема нашей власти в плане коммуникации с союзниками. То есть проблема в чем? Мы даем не всегда реалистичные прогнозы того, что мы сможем сделать. И в плане контрнаступления, и в плане реформ, в плане всего. Вот отличный пример – это ситуация с выборами. Помните, там несколько сенаторов, в том числе Линдзи Грэм, хороший друг Украины, они стали говорить, что вот Украина должна провести выборы, Украина готова к выборам. А потом, когда его стали спрашивать, откуда у него такая информация, почему он так уверен, он говорит, так мне сами украинцы сказали. Вот спикер Верховной Рады Стефанчук во время визита и выступления убежденно доказывал всем, что да, мы проведем выборы, мы можем. То есть у нас до сих пор есть проблема с коммуникацией. Мы очень уверены в себе, и из-за этого это нас, конечно, много требует. Ну, знаете, это как ты много можешь, но хорошо с тебя будет много требовать. И поэтому вот это письмо американцев – это вот такой бизнесовый кайенд-ремайндер. Это не попытка там внешнего управления. Это не попытка нас пожурить или чем-то запугать. Это просто нам четко говорят, ребята, вы хотите инвестиции, и хотите их быстро, и хотите восстановить экономику? Пожалуйста, мы только за. Ну, давайте вы сделайте то, что обещали еще несколько лет назад. Ну, Александр, еще одна тема, которую хочется все-таки, в которую хочется вникнуть – это тема трампизма. Потому что если обернуться назад и посмотреть на то, что было во время Трампа, какой была политика, бесспорно, там было много совершено того, что было сделано. Там были и успехи, и ошибки – это американцам судить, да. Но что касается Украины, там был один очень важный момент, что оружие-то де-факто, да, эти джевелины мы получили при Трампе. И мы это очень хорошо помним, мы это не забыли. И, с другой стороны, вот несмотря на всю политику изоляционизма, которую тогда проводил Трамп, которая сейчас тоже так называется, я тоже очень хорошо помню, как на встрече НАТО, да, Трамп говорил о том, что расходы европейских стран должны там достигать на оборону 2%. Конечно, это была как бы политика, в рамках политика изоляционизма, наверное, да, это можно вписать. Но, с другой стороны, вообще-то политика правильная была, да. И в этом смысле, вот вы очень хорошо сейчас описали, что есть группа политиков, трампистов, которые занимают какую-то свою позицию. Но есть еще Трамп. И вот Трамп и трамписты, это сейчас одно и то же или нет? И сюда сразу же вопрос, считаете ли вы, что Трамп тоже будет сохранять такую же позицию, которую сейчас вот группа трампистов сохраняет, что все, что говорит Байден, вот мы говорим все, что противоположно. Потому что, если сохранится такая практика, то, наверное, во время всех этих дебатов Украина будет, ну, просто постоянно при севоязыцах, когда так или иначе будет возникать у американцев ощущение такое неприятное, да, и может быть даже отчасти вульгарное, когда нет дыма без огня, да. И мы уже видим, что это со всех сторон начинает уже как-то... А это как-то уже подкрадывается со всех сторон, и мы ощущаем это, да, разлитость этого в воздухе. Ну, на самом деле, трамписты очень четко выражают идеологию самого Трампа. По сути, с некой долей вероятности мы можем говорить, что группа трампистов — это определенный культ личности. Поэтому я не думаю, что там будет какая-то большая разница между Трампом и трампистами. Скорее, небольшая разница может пройти между Трампом и трампистами во время предвыборного процесса и Трампом и трампистами после выборов. Ну, потому что это классика политической науки, что после выборов все-таки даже самые радикальные политики немножко склонны двигаться ближе к центру. Почему? Потому что им нужно показать объединяющий фактор, как внутри партии, так и в целом в истеблишменте. Им нужно привернуть на свою сторону как можно больше людей. То есть обычно даже самые большие радикалы начинают двигаться ближе к центру, как только они получают власть. Это во-первых. Во-вторых, тут все-таки сделано небольшое такое лирическое отступление. Пока что участие Трампа в выборах до сих пор находится под большим вопросом. И все из-за одного судебного процесса. Против него сейчас подано несколько десятков судебных исков, большинство из которых сейчас в активном развитии. Но только один из них для нас действительно важен. Это дело о событиях 6 января 2021 года. Там ему инкриминируется попытка государственного переворота. То, что в США в юридической практике называется бунт против Соединенных Штатов. И казалось бы, ему инкриминируют уже попытку госизмены. Ему инкриминируют передачу секретов как русским, так и китайцам. Что может быть хуже? Оказывается, в соответствии с 14-й поправкой Конституции США, человек, осужденный по статье о бунте против Соединенных Штатов, до конца жизни не может избираться на ни одну из федеральных или избирательных должностей в США. Эта поправка была введена после Гражданской войны, когда было понятно, что лидеры конфедерации, как политические, так и военные, они будут продолжать активно участвовать в политической жизни и могут попытаться опять перехватить власть и опять начать мятеж. И для того, чтобы избежать этой ситуации, любой человек, осужденный по статье «Бунт против США», не может вообще рассчитывать ни на какое политическое будущее. Поэтому дело уже прошли досудебные расследования, уже прошли слушания в специальных комиссиях Конгресса, уже заслушали всех свидетелей. И основное заседание у нас будет 4 марта, за день до так называемого «Большого вторника», 5 марта, когда по штатам проходит самое большое количество праймарис. То есть фактически у нас впервые в истории Соединенных Штатов не то, что президента в принципе будут судить, потому что это уже нонсенс, скажем так, для прошлой истории США, а президента будут судить за попытку государственного переворота. И на самом деле вероятнее всего то, на что сейчас указывают прокуроры, то, на что указывает сама суть дела, скорее всего Трамп будет осужден. И зачем вообще нам это было лирическое отступление? Объяснение. Возможно, трамписты так активизировались, и трамписты уходят в абсолютно радикальную правую сторону только для того, чтобы спасти Трампа. То есть штука в чем? Они создают искусственные проблемы для того, чтобы потом этими проблемами торговаться. Для того, чтобы торговаться влиянием на массы, торговаться влиянием на пассионарное вот это меньшинство, которое опять, возможно, будет готово выйти на улицы, штурмовать Капитолий, защищать Трампа в суде с оружием в руках и так далее. То есть трамписты, то, что называется у нас «нуки», секьюритизируют этот вопрос. То есть создают проблему безопасности из вопроса, который не был проблемой безопасности изначально. Они фактически набирают себе политического потенциала для того, чтобы в нужный момент защитить своего лидера. И мне кажется, уже сам подход вот такой к решению вопроса нам указывает на то, что Трамп будет опасен. И опасен не только для Украины, но не будем тут эгоистами. Трамп будет опасен для Соединенных Штатов. Мы видим, он в последние месяцы говорил, что если бы он был у власти, он бы приказал расстрелять Марка Милли за то, что тот общался с китайцами и пытался как-то урегулировать отношения. Он говорит о том, что нужно уничтожить независимое медиа, потому что это фейк-медиа. То есть если раньше он просто говорил, что это фейковое медиа, теперь он говорит, что будь я президентом, я бы их разогнал к чертовой матери, потому что оно не работает. Он стал говорить о том, что нужно разогнать Верховный суд, потому что Верховный суд, хорошая причина разогнать Верховный суд, Верховный суд не любит Дональда Трампа, поэтому я бы его разогнал. Ну то есть это уже немножко диктаторские замашки, скажем так. Но тем не менее, вспоминая о Верховном суде, если я не ошибаюсь, недавно появилось заявление, что Верховный суд не будет снимать Трампа с избирательной кампании до выборов президента. Вот недавно же было решение. Потому что у них нет причин, потому что нет закона, который запрещает человеку, осужденному по практически любому делу, быть снятым с выборов. Вот поэтому я так акцентировал внимание на том судебном процессе по 6 января. Это единственный судебный процесс, который действительно может остановить предвыборную кампанию Трампа. То есть Верховный суд абсолютно четко действует в рамках закона. В рамках закона он не может сейчас снять гражданина Трампа с президентской гонки. На то пока нет причин. Ну что ж, и последний тогда, наверное, вопрос. Я специально его так отложила немножко в сторону. Сейчас хочу к нему вернуться. Итак, это снова ленд-лиз. Почему я об этом спрашиваю? Потому что ведь очень хотелось бы сейчас, чтобы так или иначе и деньги на поддержку Украины были выделены, и все-таки закон о ленд-лизе, наверное, продолжен. Как мне, по крайней мере, кажется, хотя бы на время вот этой избирательной, турбулентной ситуации. Говоря об этом, я хочу напомнить, что ведь закон о ленд-лизе, по большому счету, инициировали республиканцы, если я не ошибаюсь. И за закон о ленд-лизе проголосовали ведь не только демократы, но и республиканцы. И вот именно этот закон тогда набрал такую двухпартийную поддержку, и она важна. Вот считаете ли вы, что еще раз это возможно? Потому что вот вначале мы говорили, что, по сути, этот закон был проголосован, потому что если вдруг республиканцы выиграют выборы, то не будет финансирования. Но надо отдать должность, что республиканцы тоже голосовали за этот закон о ленд-лизе. То есть зачем-то же они это тоже делали. Ну, это почему я об этом говорю. Потому что остается надежда на то, что остаются какие-то более важные стратегические цели, чем, скажем, вот ситуативная предвыборная разборка и гонка. Поэтому, как вы считаете, насколько в ближайшее время как-то по Украине что-то будет решено или все-таки пока все это будет висеть в воздухе? Решение по Украине по ленд-лизу может быть принято. Как раз вы правильно сказали, что да, тогда республиканцы также проголосовали. И они опять проголосуют. Просто вопрос в том, что сейчас, ну, это очень жаркая тема. Мы видим, оно привело к тому, что спикера сбросили. Мы видим, что кризис только в разгаре. То есть обсуждать вот эту тему в разгар кризиса, это значит поставить ее под удар. Но абсолютно четко нужно понимать, что против Украины в республиканской партии далеко не все политики. То есть консервативная республиканская партия, которая может претендовать на большинство, она за Украину. Это те люди, которые еще с Рейганом побеждали Советский Союз. Это те люди, которые знают, что такое Москва, что такое московская политика. И они знают, что Украину нужно поддерживать. Далее есть moderate republicans, то есть умеренные республиканцы. Условная лидерка их это Ники Хейли. Их немного, их чуть больше, чем трампистов, но мы также имеем их поддержку. Потому что с их точки зрения уже не столько прицел на Москву, сколько на Китай. То есть поражение Украины, это будет поражение США в глазах Китая. Соответственно, так или иначе, поражение Украины это победа Китая. А даже вот с такого циничного расчета Украину бросать нельзя. Украину нужно поддерживать. Есть неоконсерваторы. Это условный Рон де Сантис, это Вивик Рамасвани, хотя я бы назвал Рамасвани трампистом и вообще тут не делал никаких ему исключений. Но неоконсерваторы это проблемная группа. С одной стороны, неоконсерваторы понимают, что да, Россия не должна победить, да, Китай не должен победить, но у них немножко другие взгляды на то, как это нужно сделать. Некоторые неоконсерваторы уверены, что им нужно договориться вместе с Россией воевать против Китая. Ну, например, как тоже Рамасвами. Хотя я вообще не представляю себе, как они видят себе перспективы таких договоренностей после почти двух лет войны полномасштабной России против всего западного мира. Ну, все-таки. С ними сложно, с ними тяжело договориться, они постоянно меняют свою позицию, они действительно политические флюгеры, но среди них есть люди, которые готовы за нас голосовать. И четвертая группа — это трамписты. С трампистами не договориться. С трампистами мы просто выносим за скобки, мы про них забываем, мы работаем только с той партией, которая может быть. Итого получается, что у нас с вами из четырех группировок внутри партии две с половиной являются абсолютно проукраинскими. То есть на самом деле этого достаточно, чтобы решать все украинские вопросы. Республиканское большинство в Палате представителей — это буквально 12 голосов, точнее. То есть для того, чтобы принять любое решение, нужна демократическая партия плюс 13 республиканцев. Все. И вопросы будут решены. И это большинство не могут набрать. Дело в другом. Трамписты очень умело подвязывают эти вопросы, вот то, про что мы с вами сегодня говорили, они подвязывают вопрос Украины к партийным вопросам, к тем вопросам, где ты обязан голосовать так, как голосует партия. То есть голосовать против другой партии. И вот эта увязка, например, Украины с вопросом южной границы, как они это сделали сейчас во время бюджетных разговоров, увязка Украины и вопроса абортов, вопроса медицинского страхования для военнослужащих на случай абортов, вопрос Украины и борьбы с инфляцией. Они все эти темы связали воедино для того, чтобы те конгрессмены, которые могут и хотят поддержать Украину, практически не имели такой возможности. У тебя стоит выбор, или ты говоришь, что я за Украину, или ты говоришь, что я хочу бороться с инфляцией. А вперед выборчий год, что тебе лучше сказать? Правильно тебе лучше сказать, что ты борешься с инфляцией. Поэтому, да, у нас есть большинство поддержки исповликанской партии. Да, у нас есть возможность проголосовать в будущем, проголосовать новые бюджеты, новую помощь. Но, вот прямо сейчас, прямо на момент октября 2023 года, мы в эпицентре глобального политического кризиса, в котором, к несчастью, трамписты до сих пор правят бал, трамписты до сих пор накидывают дров и масло на этот огонь. И поэтому все адекватные политики просто не поднимают сложные вопросы по поводу Украины прямо сейчас. Они понимают, что если сейчас поставить вопрос про Ленд-Лиз, про помощь, оно просто сгорит в огне этого политического кризиса. А мы не можем так рисковать этими вопросами. Александр Краев был сегодня с нами на связи, за что мы вам, Александр, очень признательны. Спасибо большое. Спасибо и вам. И, конечно, признательно вам, наши спонсоры на платформе Patreon. Оставайтесь с нами. Это был Украев ТВ. Продолжение следует...